Меткость ног и никакого мошенничества. Австралийка Шеннон Джонс побила мировой рекорд по стрельбе из лука. Только вот упражнение она выполняла стоя на руках, а стрелу пускала как раз ногами. Попала в яблочко с расстояния 18 метров. Январь вообще оказался богат на рекорды. Для книги Гиннесса 100 килограммов двумя пальцами, такой вес в течение двух минут и четырех секунд смог удерживать 60-летний тяжелатлет из Италии. Силу рук и их несгибаемость показал японец Кента Адачи. Он смог провисеть на турнике 80 с половиной минут, а спортсмен из Китая ловко владеет плеткой. Всего 60 секунд, быстрые взмахи хвостом и 77 воздушных шаров ничтожили. К рекордам вас не призываем, но готовы показать, как обрести офицерскую выправку. Это когда и грудь колесом, плечи расправлены, подбородок гордо приподнят. Поправить осанку можно и в домашних условиях. Нужно только не лениться, регулярно выполнять упражнения под названием «Поза рыбы». Сергей Егоров уже начал. В конце рабочего дня я очень люблю наблюдать за рыбками. Это очень расслабляет. И в какой-то момент мне даже кажется, что можно загадать желание. Правда, если желание заключается в обретении великолепной осанки, то одного медитативного созерцания рыбок будет недостаточно. Исполнению подобной мечты куда лучше способствует упражнение из йоги под названием «Поза рыбы». Его суть в том, чтобы лежа на полу добиться максимального прогиба в позвоночнике. Это в своем роде мостик с опорой на затылок и ягодицы. По ощущениям сейчас очень хорошо тянется шея и раскрывается грудная клетка. Такое упражнение позволяет избежать сутулости в шейном и грудном отделах позвоночника, возникающих после длительной сидячей работы. Если прямые ноги заменить на так называемую «бабочку», то к списку полезных эффектов добавится еще и улучшение подвижности тазобедренных суставов. К слову, тело в таком положении и правда напоминает силуэт рыбы. Со стороны упражнения не выглядят слишком сложным. Тем не менее, неосторожный рывок или попытка выполнить движение через силу может закончиться защемлением. Так что йоги советуют входить в позу рыбы, максимально плавно, не допуская резких движений. Сидим на коврике, упираемся на правый локоть, затем на левый, ладони под ягодицы. На вдохе делаем прогиб, грудная клетка вверх, макушку ставим в пол, стопы натянуты на себя. И спокойный вдох-выдох, три цикла дыхания. Можно закрыть глаза и расслабиться в этой асане. Важную роль в упражнении играет опора на локти. Она позволяет фиксировать высоту прогиба. Регулярно выполняя практику и постепенно увеличивая амплитуду, можно смело рассчитывать на расправленные плечи, эстетичный изгиб в грудном отделе и гордо поднятую голову. Именно такой выправкой, как правило, славятся люди, профессионально занимающиеся бальными танцами. Их осанка во многом тоже результат подобных упражнений. Для того, чтобы сделать такую же хорошую осанку, как у любого танцора с патинами бальных танцев, мы с вами подкручиваем таз, грудную клетку вытягиваем наверх, лопатки и плечи опускаем вниз и тянемся наверх за затылком. Наверх. Вот сюда мы тянемся. Старайтесь, Сергей. Я стараюсь, стараюсь. Я не то, чтобы вас не слушаю, просто это мой максимум. Если ваш максимум красивой осанки это едва подобранный живот и слегка расправленные плечи, то добро пожаловать к стене. Мы с вами кладем локти и кисти на стену и отталкиваемся ими лопатками. При этом мои ягодицы прижаты к стене, пятки прижаты к стене, а затылком я тянусь назад. Грудная клетка у меня максимально выходит наверх. Получается та же поза рыбы, но только без необходимости укладываться на пол. Делать такую оперативную корректировку осанки можно даже на работе. Тем, кто привык выполнять упражнения исключительно в зале, фитнес-гуру советуют делать движения в конце тренировки. Если тело хорошо разогрето, то уместно будет попробовать и более сложные вариации позы рыбы, например, с поднятыми по диагонали ногами. Выполнение этой осаны с поднятыми ногами наверх позволяет нам усилить прогиб спины и также включить активно мышцы пресса, которые очень хорошо можно добить в конце тренировки. Воздействуя на брюшную полость, мы не только укрепляем пресс, но и стимулируем работу кишечника. И это далеко не единственное влияние позы рыбы на внутренние органы. Например, если выполнять упражнения сидя на пятках, то можно добиться дополнительной амплитуды в грудном отделе, что в свою очередь положительно скажется как на объеме потребляемого кислорода, так и на всей дыхательной системе в целом. Активно растягивается шея, что позволяет, как мы говорим, что поза рыбы – это жабры, то есть здесь у нас все раскрывается, и активно кровоснабжается гортань. Это очень полезно при заболеваниях горла, бронхитах, танзелитах, а также очень полезно для кровоснабжения вилочковой железы и щитовидной железы. При регулярном выполнении упражнения пациенты нередко отмечают не только улучшение гибкости, но и повышение настроения. Йоги такой эффект связывают с воздействием на чакры, но медики придерживаются куда более простого объяснения. Тут даже можно будет задействоваться надпочечники. А что такое надпочечники? Надпочечники – это наш стресс, это наши головные боли, это наша бессонница, это неправильное дыхание, это панические атаки. С помощью этого достаточно сложного упражнения можно добраться до глубоких проблем, избавиться от них практически раз и навсегда, регулярно выполнять это упражнение. Конечно, есть и более сложные варианты движения, например, прогиб назад из позы лотоса. Правда, это упражнение лучше оставить опытным йогам. Если ваша задача сводится к эстетичной осанке, здоровому позвоночнику и хорошему самочувствию, то есть смысл остановиться на самой простой вариации и настроиться на ее регулярное выполнение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова